В Хабаровском крае прошел всероссийский турнир специальной олимпиады по юнифайт мини-футболу, играя с нами. В этом виде в командах наряду со здоровыми игроками выступают дети-инвалиды с нарушениями познавательных способностей, испытывающих трудности в обучении. Участниками соревнований стали команды из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска, а также Магаданска, Сахалинской областей и Республики Бурятия. По словам тренеров, дети быстро находят общий язык, и такой подход помогает социализации лиц с интеллектуальными нарушениями. Подобный чемпионат в регионе прошел впервые. Всемирное движение специальной олимпиады существует более 50 лет и охватывает уже более 190 стран. В нем принимают участие более 6 миллионов атлетов специальной олимпиады. Основная задача движения – это проведение регулярных тренировок и соревнований для лиц с интеллектуального нарушения. В России такое движение существует более 20 лет. В них уже участвуют около 130 тысяч атлетов, для которых проводится более 5000 мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровня. И данный турнир по мини-футболу является одним из самых крупных турниров для специальной олимпиады по летним видам спорта именно по футболу. Так как мини-футбол, ну футбол в целом, наверное, наиболее популярным среди наших атлетов, потому что наиболее доступен, наиболее интересен. Путевку на финал заочно оспаривали команды Комсомольска-Наамури и Хабаровска. Победитель всероссийского турнира определялся по итогам последнего матча в краевой столице. Команды хабаровских школ-интернатов номер 3 и номер 4 сыграли между собой в ничью 1-1. А победу в турнире одержала команда Комсомольска-Наамури. Теперь спортсмены города юности отправятся на финальный этап в Сочи. Отметим, в январе 2022 года в Казани пройдут всемирные зимние игры, специальные олимпиады России. В них примет участие и спортсмен из Хабаровского края, 17-летний Сергей Лесков, который выступает в дисциплине флорбол, хоккей в зале.